Доброе утро, дорогие друзья. Вот не успел доехать, запишу в машине. Мы с вами новую книгу читаем в Айкра. Для нас это очень важно, потому что каждая книга, это каждая новая духовность. Брешит, когда мы читаем, это духовная сила формирования. В этот период человеку лучше, ну, обдумывать планы, что-то делать, потом шмот. Это набор сил для годичного цикла, чтобы идти вперед. В Айкра, куда мы вступили, это время воплощения наилучших для духовного прорыва сил. Ну, уже сразу забегая вперед, Бемидбар это время, способствующее закреплению того, что было, и дворим подготовка к экзамену. Начало всего этого, с чего начинается все? Начало с Пейсаха, с Пейсаха это рождение народа, это выход из Египта, это то, что мы каждый день, каждый день в молитвах, а зачем? Давайте чуть-чуть порассуждаем. Если тебе нужно, например, набрать определенную там радиопередачу, надо включить приемник. Но причем не раньше и не позже, а вот строго в определенное время, потому что иначе это не получится. И также то же самое в Пейсах. Именно в Пейсах съесть мацу, например, это дает тебе колоссальную духовную энергию, а кушать ее сегодня, это просто питание. Но и это не все. Надо еще настроиться на определенную волну, не просто слушать, на определенную. Поэтому мы спрашиваем, когда, какой месяц, когда, какой год, когда, какая энергия. Вот в лабиринте вот этом времени есть определенные дни. Они включают свет, и мы можем рассмотреть дорогу. Такие вещи это праздники. Просто есть люди, которые тратят время для того, чтобы рассмотреть на себя в зеркало, во вспыхнувшем свете, а есть, которые смотрят дорогу, куда идти. Нам нужно успеть в эти дни зарядить духовные аккумуляторы, чтобы хватило на целый год. Давайте я расскажу притчу, чтобы было понятно. Эту притчу рассказывал Рав Кушнир. У него же там не совсем хорошо с здоровьем, поэтому рифуа шлема, чтобы как раз этот урок пойдет на здоровье Раву Кушниру. Король как-то шел по лесу и услышал потрясающую мелодию. Он сказал, чтобы к нему привели человека. Пришел там свинопас, я знаю, там, овцепас. Играл на дудочке. Потрясающе играл. Король с ним разговаривался. Ну, очень такой, ну, действительно видно, что очень правильный человек. Король забрал его с собой. Предложил ему переехать во дворец. Он переехал во дворец, жил у короля. Постепенно обучался, шел по ступеням карьерной лестницы. И вот всем нравился. Он был такой человек. Наконец он стал министром финансов. Ну, и когда он стал министром финансов, начали рассказывать королю, что нет, это обязательно что-то украл. И король под давлением всех придворных, значит, там, взяли бумаги, сверили, посмотрели. Не сходится ничего там, плохого не видно. Но говорят, надо пойти с проверкой к нему. Ну, знаете, обыску царедворца обычно делаю. И вот царь, поддавшись, идет туда к нему, проверяет весь дом. Дом как дом, ничего такого нет. Одну комнату не дает открыть. Говорят слуги, он не дает никому. Царь говорит, открывай. Он говорит, царь, я тебя прошу. Ну, все обрадовались, сейчас мы найдем там, наверное, бриллианты. Открывают, пустая комната, лежит там пастушья одежда и сверилька. Все смотрят на него, говорят, что там. Он говорит, царь, я хочу тебе сказать, как все было. Сразу, когда я начал подниматься, я понял, что мое сердце может загордиться. Я могу подумать, что я выше других, что и в каком-то моменте. Поэтому каждое утро, когда начинается мой день, я захожу сюда, одеваю одежду пастуха, играю на сверильке. Для того, чтобы не забыть, кто я был и откуда пришел. О чем эта притча? В течение года мы иногда раздуваемся, иногда нам кажется, что мы очень крутые стали. Поэтому нам предписано несколько дней в году. Есть мацу, хлеб бедности, он так и называется. Есть хлеб бедности, чтобы ты не забыл, что только сверху, только Бог решает, кто бедный, кто богатый. Он поворачивает за секунду это все. И для этого мы это кушаем. Еще мы упоминаем там, что рабами мы были. Для чего? Чтобы ты не начинал над человеком, потому что тебя сегодня жизнь вознесла чуть-чуть на шаг выше, чтобы ты не начинал над ним считать, что ты великий правитель, а он раб. Нет, вот так вот поворачивает Бог вот этот маленький рычажок. И все. Любое благополучие, любое процветание на земле, все идет только от Бога. Все набирается. Именно вот небесное решение в Рошашана дает нам год, какой он будет. Написано, что нельзя возвышаться, и мы каждый раз говорим, что рабами мы были. Нельзя возвышаться ни над кем, ни над чем, потому что на небе это рассматривают иначе. Таким образом, мы с вами, закончив книгу Шмот, пришли к книге Ваекра, пришли с пониманием того, что через короткое время у нас Пейсах. И нам сегодня, уже написано за 40 дней до праздника, но сегодня уже можно начинать готовиться к величайшему изменению в нашей жизни. Потому что так как мы проведем Пейсах, с каким настроем это будет, вот так мы проведем духовную часть оставшегося года. Брахава, Ацлаха, всего самого-самого лучшего. Продолжение следует...